здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта за мной гонится злая собака а я я и что же будет что же будет сегодня я в гостях в аэродроме вильнюсского аэроклуба в гостях у замечательного моего друга томаса ведь какой не видно озеро прекрасный вообще какая у него лужайка волшебная совершенно какая собака тут злая бегает хочет меня укусить забыл сказать сколько же сможет пролететь этот планер в таком гибридном варианте расчет такой что 1100 километров будет дальность заявлена в крыле будут баки под топливо и баки еще под воду то есть планер можно будет утяжелить чтобы он быстрее летал на оригинальном стеме воды нету на новой вот этой версии она будет зачем нужна вода в планере да чтобы быстрее лететь например если захочется погонять в африке то можно дунуть аж дым пойдет так выглядит уже установлены вот эти все элементы сверху аккуратненько все спич теме ждет весны когда мы на нем попробуем полететь куда-нибудь во францию из литвы красавчик в теплом теплом ангаре мне очень нравится когда люди так бережно относятся к слетательным аппаратам и с такой любовью находят им домики строят вдохновленные друзьями я тоже планирую сейчас построить у себя на участке такой домик для хранения планиров хотя бы чтобы можно было в прицепах и ставить в теплое помещение они там уютненько тепленько зимовали вот как друзья вот эти ангары выглядят снаружи и самое интересное что вот это все отапливается как вы думаете каким образом вот подумайте самое яркое что придет в голову ну кто-то скажет ну конечно газом потому что дешево нет здесь газа это все отапливается электричеством и представьте сколько это электроэнергия нужно было бы если бы это было просто чистое отопление отечеством эту геотермалка закопанная скважины вниз и насосы качают энергию от земли то есть гоняют рассол стоит обмен классический тепловым насосом и с коэффициентом где-то 5-6 он меняет электроэнергию на вот 5-6 раз большее количество тепловой энергии само отопление сделано в теплых полах то есть трубки в полах в этих бетонных плитах огромные естественно эти плиты на пенопласте лежат все как положено сделано и стоимость отопления этого здания значительно меньше если бы просто его греть там электричеством да в общем-то и даже газом наверное газ еще надо было как-то подводить а это там каким газгольдер или еще что-нибудь круче гениальное совершенно решение я прям такой технологии обожаю вот как выглядит наш красивый аэродром вильнюсского аэроклуба даже вот несмотря на осень все собираются здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта друзья замечательный мой коллега друг и пилот как ты говоришь глубоко уважаемые любители планерно летных видов спорта летных видов спорта парапланы да и все остальное да 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 более приятно видеть Игоря Игоря здесь в Литве а я обожаю сейчас в Литву приезжаю в Литву для меня праздник потому что мы летали на Жогасе стояла отличная погода я летал в шортах почему меня не пригласил на Жогасе да ничего ничего реабилитируемся очень приятно Игорю ну я не знаю я его люблю спасибо уважаю его ценю ну я это просто уникальная личность вот встречи на аэродроме это праздник вот мы так раз проснулись я вчера к Томасу заехал в гости Томас у нас прячется и не хочет в кадр идти на секундочку давай вот вот да 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 мы Томас еще прекрасно опять же готовит восхитительно я к нему приезжаю как на праздник и вот так на аэродроме решили утром пойти погулять и вот все вместе так хорошо я увидел твою машину через окно он видел машину пишет в мессенджере Воков это ты или мне снится я вот такой вот веселый позитивный сон а друзья хочу вам показать еще тепловой энергию смотрите вот этот домик в нем долгие годы ну два года по-моему жил Томас пока строил свой волшебный дом я дом все-таки вам наберусь наглости покажу на секундочку сейчас вот мы дойдем до него а вот представляете вот два года жить вот в таком домике и зимой тоже на холоде-голоде возил на Парше Каене воду в этот домик ну построил и построил он мне кажется дом мечты на аэродроме ну да да сейчас вы увидите просто это вообще уникальная архитектура насколько я знаю Томас сам набросал эскиз а архитекторы только ну там исполнили технические решения но это дом волшебный вообще каждый пилот это уникальный человек и архитектор и художник ну это и капельку пилот ну да и немножко блогер если хочет да ну все сейчас все увидите сами а так еще кстати за дни истории смотрите друзья вот я вам покажу куст под которым я мечтал сделать первую гидравлическую лебедку вот там куст сосна какая-то вот под ней валялся на поле и думал как бы мне сделать первую лебедку это было двадцать двадцать девяносто восемь девяносто седьмой год двадцать четыре года назад смотрите а деревья такие же аэродром такой же а лебедки нет лебедки нет лебедки не лебедку сделал лебедку я сейчас делаю электрическую лебедку да я я видел для для йогаса для всего отлично здесь будет тоже бацванов этим будем запускать серьезно все я уже покупаю nissan leaf 19 года для этого серьезно да мы ломаем nissan leaf покупаем биты в штатах и будем делать лебедку крайний nissan 19 года там есть уже 200 киловатт двигатель понятно что нам всю мощность из него не нужно съедать но эта мощность управляемая то есть принципе такой лебедкой можно будет затянуть мой планер и g32 ми весом взлетным 800 килограмм пульнуть его вот под 45 градусов ноги выше головы то есть я хочу чтобы я мог этой лебедкой затянуть свой планер там не знаю во франции или сюда приехать в гости в общем тянуть все что угодно и это же лебедка сможет тянуть такой планер была батарейка куплена там было 350 килограмм лития то есть там как на место на 2 теслах батарея огромная была и позволяла бы делать там 40 где-то затяжек планеров с генератором там еще больше но увы это все пока закончилась лите где-то на войне и увы вот вот как влезет планерному спорту тот ужас который творится это будет солнечный прицеп то есть будет раскрываться такая вот система солнечными батареями будем летать нечисто энергия а 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 сделаем лебедку скажу война закончится сделаем закончите быстрее пожалуйста она будет тягать плане и же 32 ме ну вот как мой такой же ходишь выходишь утром лавина до лавина информации даю все секреты очень-очень хорошо и здесь двадцать четвертом году друзья будет соревнования слет старинных планиров на котором я надеюсь мы будем томас будет вот он прячется всеми но он будет организовывать вот он сдам да и на этом слете осталось-то всего три года или два и уже какой год сейчас 21 21 22 23 2 ну да два там два какая разница и за это время мы доделаем таки лебедку и она будет со развратным тросом и получится так что лебедка будет делать один взлет за три минуты то есть каждые три минуты сможет взлетать планер причем тащить она сможет нежно хоть большой планер хоть маленький хоть параплан а кто будет тащить обратно а в смотче граждантулос о блин серьезно я уверяю технологию вискос посмотри вискос дерба у нас все работает я литовский сбиваюсь но мне очень интересно потому что я сам кроме пилота я инструктор учу учу молодежь летать и у тебя есть светлое вот так гуляется по аэродрому смотрите как здесь еще вот чтобы вы знаете как я часто такие делаю экскурсы вот как уютненько вот это наш ангар главный там стоит час вся техника там висит под потолком с 15 уже не висит не забрали забрали да но его продали до нашелся новый владелец будет а 15 теперь не тут ну его неважно что-нибудь веселое все равно найдем здесь приедет на гастроли активный планер наш скоро который который если мы его доделаем он пока до сих пор к ленинграде никак не может выехать по бюрократическим причинам россия не хочет его ставить на учет знаете друзья почему потому что она говорит а где оригинал договора шляхер где оригинал договора шляхер дает бумагу там написано оригинал это где печать а шляхер какая печать у нас печати такая штука которая нет давно нету не пользуемся этими резиновыми изделиями на литве еще пользуются на полном а это как тоже она хранится нет нам нужно печать чтобы вот была печать все остается два варианта или нарисовать печать за 800 рублей написать на ней шляхер и все или здесь вот бутылочку венца поставим набросаем что-то товарищи из россии будьте умнее но перестаньте вы херней заниматься оставьте наш планер на регистрацию ну чё прикольбесим до бортэтик рейда по статис на вот как выглядят вороша ворота нашего аэроклуба уа замечательные очень красиво все расписаны даже все маршруты видно как можно летать по воротам делаешь фотографию и вот так с каунасов пониведжес там например или еще куда-нибудь а вот художник который который делал этот но мюрал или к и что там такое как этот планер нарисовал здесь был не не штурвал руль руль автомобиль откуда в плане он говорит как как как-то этот планер то нашим надо рулить слушай ты полный ангар в планиров пойди да посмотри да очень хороший анекдот я бы оставил этот планер с рулем ну да техника которая ухаживает за аэродром это вот этот трактор какой-то достаточно уникальный на мой взгляд большой такой на нем и газонокосилки и сноповязалки наверно какие-нибудь что-то мечет им давать такое буксирует на аэродроме с помощью динамика что там еще гаврон есть гаврона так редко уже мы используем его гаврона ультралайтами бристелями да всем легеньким затягивает ну какой вот машина зверь а это здание которое сейчас тоже в нем собственно живут и а вот за ним как раз дом который построил томас сейчас мы пойдем его тоже посмотрим сейчас я еду снимать ролик про самый лучший самолет буксировщик по мнению допустим моему текущему идеальный буксировщик дело в том что томас помимо того что там он строит дома на аэродроме он замечательный пилот летает на всем в том числе и на планерах в том число на планерах пилотажных и для того чтобы поднимать пилотажный планер в небо нужен как любой планер без моторность нужен самолет и обычный самолет поднимает планер пилотажный довольно таки медленно то есть вот у пилотажника это какая основная задача забрался хрязь бряк шмяк мак мэк открутил программу вниз а